Учебный год подошел к концу. Детям пора отдохнуть и набраться сил. В этом году Роспотребнадзор разрешил провести оздоровительную летнюю кампанию. О новшествах и условиях рассказали в региональном Минобре. В этом году в Ульяновской области будет работать более 500 организаций. В этот список входит 24 загородных и 403 дневных школьных лагеря. У 50 тысяч детей уже есть путевки. По сравнению с 2019 годом, с 2020 не сравниваю, по понятным причинам, по сравнению с 2019 годом, количество детей, которые планируют отдых и оздоровление в этом году, будет чуть меньше. Это связано с тем, что одно из жестких требований Роспотребнадзора – это 75-процентная загрузка лагеря. Не 100%, а 75%. И в связи с этим количество деток, к сожалению, в этом году будет уменьшено. Главное, чтобы отдыхать было не только весело, но и безопасно. Во всех загородных лагерях есть исправные тревожные кнопки. Также заключены договоры с охранными организациями. 55% сотрудников учреждений привиты от коронавируса. Процесс вакцинации продолжается. 15 лагерей будут работать в закрытом режиме. Детям до конца смены нельзя будет выезжать, а родителям навещать. Персонал сможет покинуть территорию, однако по возвращении придется делать тест на ковид. И это не все условия. Если ребенок заболеет респираторным заболеванием, то он должен будет покинуть лагерь. Ранее мы могли содержать детей под наблюдением, если это в легкой степени подлечить и выпустить в отряд, то теперь уже разработана маршрутизация. Медицинский работник оценивает состояние ребенка. Если состояние ребенка требует госпитализации, есть клинические показания для этого, то бригадой скорой помощи ребенок будет госпитализирован согласно маршрутизации. В нашем случае это детская инфекционная областная больница Нобелинского. Если ситуация не настолько тяжелая, то ребенка передадут в детскую поликлинику по месту жительства. Не стоит забывать и о том, что отправляясь на отдых, детям необходимо сдать тест на ковид. Он должен быть отрицательным. Кроме жестких правил, есть еще и выгодные нововведения. По указу президента теперь можно оформить кэшбэк на детский отдых. Банковская карта должна быть зарегистрирована в программе «Привет, мир». После оплаты путевки в течение пяти дней после транзакции возвращается половина суммы, но не более 20 тысяч рублей. Смогут ли получить кэшбэк семьи, которые имеют сертификат на льготу для детского отдыха? Как вы знаете, в Министерстве образования возмещается еще 50% за счет областного бюджета. То есть, если путевка в лагерь стоит энную сумму денег, 50% от этой суммы возмещается за счет областного бюджета. И от тех 50%, которые оплатит гражданин за счет собственных средств, еще 50% возвращаются на карту. Итого стоимость путевки поставляет 25% от общего номинала. Жительница Ульяновска Оксана Шетнева вместе с дочкой Алисой уже выбрали один из лагерей. Они уже составили курортный гардероб. Модные костюмы, платья, юбки и пляжные панамы в этом году дополнили уже привычные всем аксессуары – комплект масок и перчаток. За несколько дней до поездки Оксана поведет дочь сдавать тест на коронавирус. Мама Алиса уверена в том, что проблем не будет. Я точно знаю, что Роспотребнадзор очень жестко проверяет лагеря. И каждый лагерь обязан быть во все оружие и иметь все необходимые лекарства, циркуляторы, обеззараживатели воздуха. Поэтому я не сомневаюсь, что все будет хорошо. В этом году Алиса уже побывала на турбазе. Девочка любит отдыхать в компании ровесников и с нетерпением ждет новой поездки. Там я провела время хорошо, там было Евровидение, там были всякие игры по типу мафии. Друг друга страшил, когда напугали. Вообще, мне плавно поехать в лагерь и там на тихом часу играть в импровизацию «Меняй» и «Громкий разговор». И самое главное, Алиса мечтает удивить всех отдыхающих своими талантами. С собой на отдых она возьмет гавайскую гитару укулеле. Репертуар уже готов, осталось отправиться в путешествие. Виктория Черкова, Данил Сурков, Юрий Ломатов. Уллправда ТВ.